Ты где? На кафедре? Сейчас я подойду. Читаму Лакаевых, семейное олицетворение Татарстана, казахстанских связей. А Розалия и Людмила познакомились с еще студентами, поженились и остались вместе работать. Супруг переехал из Казахстана в Казань. Сейчас у них двое детей, трое внуков и отношения не разлей вода. Мы практически не ссоримся. Раньше было, сейчас вот... Ну нет, у нас по-другому все равно. Мягче, мягче она проходит, не так. Там тарелки ломать. Такого нет. Сейчас Татарстан стал домом для почти двух тысяч казахов. Создана национально-культурная автономия. Казахи активно участвуют в общественной жизни республики. Поддерживают и укрепляют деловые связи со своей родиной. Мы казахи оставляем свой след на земле, на гостеприимной земле Татарстана. Ну, это не пафосные слова, это слова, которые идут от души. Теплые отношения и на самом высоком уровне. В 1996 году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев многократно посещал нашу республику. Это и встреча с руководством республики, участие в научных конференциях. В 2005 году стал гостем Тысячелетий Казани и участником встречи глав СНГ. Следствием дружбы двух республик в 2015 году стало переименование Казанской улицы Эспиранта в улицу Назарбаева. С визитами в Казахстане часто бывало и руководство нашей республики. Сейчас в этой стране проживает около 200 тысяч татар. В 2017 году Рустам Мениханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден за заслуги перед республикой Татарстан. Улица с двусторонним движением все больше ширится и в развитии транспортной инфраструктуры. Сейчас между Казахстаном и Татарстаном летает несколько авиарейсов. Также в конце минувшего года от Казани до Караганды запустили международный поезд. Сделать сообщение интенсивнее призванный автомобильный маршрут Европа-Западный Китай, который проходит и через Татарстан, и через Казахстан. Товарооборот 700 миллионов долларов. Наша республика поставляет нефть, транспорт, пластмассу. Из Казахстана приходят черные металлы, изделия из меди, топливо. Казахстан сам является крупным потребителем. И я думаю, в последнее время, по крайней мере, ощущение по бизнесу, что все чаще и чаще интерес у бизнеса общества именно как раз по взаимодействию с Казахстаном. Перспективы дальнейшего сотрудничества собираются обсудить завтра в Казани. У Нурсултана Назарбаева запланирована встреча с Рустамом Менихановым. Гостя и давнего друга ждет и Ментимир Шаймиев. Он готов рассказать о проектах фонда возрождения. В КФУ же президенту Казахстана приготовились вручать звание почетного доктора вуза. Дмитрий Иринин, Александр Лобанов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин